Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс, и сегодня у нас видео, которое, наверное, можно назвать предисловием к прочитанному. Небольшая вставка с моими размышлениями, с различными мыслями, которые приходили мне в голову. Однако, общая тема этого видео — Колесо Времени Роберта Джордана. Как вы знаете, ещё в конце февраля я начала читать цикл Роберта Джордана «Колесо Времени», первая книга о Камира. У меня прочитана ровно наполовину, 450 страниц я осилила и остановилась. Не знаю почему, но я не могу идти дальше, и сейчас поподробнее расскажу, почему так произошло, и вообще, какие мысли об этой книге меня одолевают. Конечно же, я многое слышала о Колесе Времени, мне очень интриговал сериал, я до сих пор хочу его посмотреть, наверное, в ближайшем будущем этим и займусь. Мне в целом нравится размеренная, спокойная фэнтези с путешествиями, с большим количеством персонажей, главных героев, интересными характерами. И всё это вроде бы должно было тут быть, и действительно, мы погружаемся в удивительный мир, в небольшую деревеньку Двуречье, где живут наши главные герои. Мы изначально видим их детьми, потом они постепенно взрослеют, нам показывают жизнь в этой деревне, как люди там занимаются различными промыслами, как они вообще живут, какие у них традиции, обряды. И всё, что в этом духе, конечно же, не заинтересоваться невозможно, но однажды в Двуречье происходит достаточно шокирующее событие. И это странно, потому что долгие тысячи лет в деревеньке ничего не происходило, абсолютно ничего. И параллельно мы понимаем, что в мире просыпается некое зло. Оно только пока пробуждается ото сна, пускает свои корни, но это уже ощутимо сказывается на наших главных героях, на молодых людях, за судьбами которых мы и будем наблюдать. Начну с плюсов истории. Как я уже сказала, мне безумно нравится мир. Мне нравится то, как Джордан выписывал с любовью каждую деталь, каждый обряд, каждую локацию каждого персонажа. Видно, что за этим стоит огромная работа, будто бы у писателя в голове действительно был целый мир, колеса времени. И он знал, как это должно работать, как это должно выглядеть. И от этого история получается в разы многограннее. Это без сомнения плюс. Ещё один плюс – это женские персонажи. Я не могу в них не влюбляться. Это Найниф, Морейн, Эгвин. Они все в моём сердечке, потому что это именно те женщины, за которыми интересно наблюдать, чьи истории тебе хочется рассматривать. И из этого же вытекает, ну, такой небольшой минус. Мурские персонажи в этой истории меня совершенно не цепляют, хотя им, казалось бы, уделяется большая часть времени. Не знаю, но почему-то они у меня сливаются в безликую серую массу, за исключением, наверное, Ранда и Стража. Они наиболее ярко выписаны пока на половине книги. Возникает тогда вопрос, почему же я решила ненадолго отложить книгу, остановить чтение, потому что я не могу вернуться в этот мир. Да, читать первую половину книги мне было безумно интересно. Я действительно погружалась в эту историю, я действительно жила рядом с этими персонажами. Но вот что-то после первой половины книги пошло не в ту степь, на мой личный взгляд, вкус и причиной тому послужило сразу несколько пунктов. Во-первых, это объём. Да, я не зря боялась. И вот эта история при всей своей масштабности, величественности, она смотрится очень тягуче. Ты читаешь несколько глав, и ты понимаешь, что в этих главах происходит очень много событий, но когда ты смотришь процентное соотношение, то понимаешь, что это всего лишь капля в море. И по сути мы по основной ветке сюжета практически не продвинулись, опять же, лично, на мой взгляд, на мой вкус. Во-вторых, как я уже сказала, меня не сильно цепляют мужские персонажи в этой истории, а женским уделяется время не всегда детально, не всегда этого времени хватает, чтобы раскрыть их характер, показать их с разных сторон. Во-вторых, я путаюсь вот в этом изобилии персонажей, как в огромном клубке. Я не понимаю, за кем мне следить, кто мне больше всего нравится, за кем я хочу последовать в этой истории. Тем более, к середине книги наши герои немного разошлись, их пути идут по разным дорогам, и эти дороги отличаются по степени накала с событиями, по степени адреналина, который получают главные герои. Но при этом я не говорю, что «Колесо времени» первый том — это плохая книга. Нет, она интересная, она добротная, она качественная, и я с удовольствием вернусь к её чтению, когда поймаю необходимое настроение. Сейчас мне всё-таки хочется зачитать более лёгкую литературу, фэнтези-миры, которые будут погружать меня в события с первых же страниц, возможно, что-то в жанре «Янг Эдалт». Именно поэтому я решила отложить «Колесо времени» на неопределённый срок. Но я знаю, что по многим отзывам это не у меня одна и такая проблема. Многие читатели сталкивались с тем, что им пришлось отложить первую книгу, чтобы потом с новыми силами к ней вернуться. Я считаю это правильным решением. Не нужно заставлять себя читать через силу, тогда потеряется любая прелесть даже самой прекрасной истории. Тогда ты отобьёшь себе всё желание. И что я хотела, в общем-то, сказать этим небольшим видео, этим предисловием к прочитанному. Не нужно заставлять читать себя то, что вы не хотите читать в данный момент. Это не значит, что вы к книге больше никогда не вернётесь, хотя и такой вариант событий тоже имеет место быть. Но в любом случае читать или не читать – это ваше истинное желание. И только вы можете понять, нужно вам это или нет. А я же пока откладываю, может быть, на месяц, два, три. Кто знает, когда у меня появится настроение, колесо времени. Но я сто процентов вернусь к этому циклу и обязательно посмотрю сериал. Он мне очень нравится по своей визуальной составляющей, именно по тем отрывкам, которые нам изначально показали в рекламе, в промо-ролике. И я надеюсь, что это будет динамично, ярко. И я, наконец, смогу больше привязаться к персонажам, чтобы вернуться и посмотреть на их приключения. Вот такое небольшое видео было у нас сегодня. Я надеюсь, что оно было наделено какой-то информацией, что оно кого-то развлекло, кого-то, кто так же, как и я, столкнулся с подобной проблемой, натолкнуло на размышления. Читайте всегда с удовольствием. И ничтун, если он касается какой-то одной книги, это не конец вашего знакомства с произведением, с автором. Всегда можно вернуться к каким-то произведениям через время. Я это знаю по себе. У меня такое было и не раз. Пишите в комментариях, как вы вообще относитесь к этой проблеме дочитанных и недочитанных книг. Что делаете? Вы в таких случаях, когда чтение, ну, вообще не идёт, мне будет всё очень интересно узнать. Ну, а с вами была Элизабет Букс. Увидимся мы совсем-совсем скоро в новых видео. И я надеюсь, в полноценном прочитанном. И всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!